Воскресенье Воскресенье Просто сложные слова Я хочу сказать те, которые не евреи и которые в Израиле не живут В дуяниях апостолов в 15 главе написано Что вы не обязаны исполнять все евреи, но если вы берете это на себя, то вы получаете благословение Но вы не обязаны Но те, которые евреи Но не иеруси, но решили жить в Израиле Это написано для вас, будь как природный житель этой земли, как тот кто здесь родился И вот эти сложные слова Вы не сможете охранять Но Иешуа уже все отменил Никогда в святых писания они не прожжут, чтобы он этого отменил Для народа израил В один день он сказал некоторым фрадикальным И он говорил о состоянии седра И он совсем не говорил про еду или про какого вида еду мы едим Но мы говорим Вот Мепа И все Что Не 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 Но В дуяниях апостолов написано Что спустилось большое полотно с неба Со всякими чистыми животными И он был голос неба, говорящий Петру Давай дорогой Шашлык делай Духанеце 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 Духанец Это было видение Есть много разных видений И Духанеце И Сновидений И Иногда Мы просыпаемся от нашего сна И Говорим Вау Он 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 ВЫНЕСТИ ВСЁ КУГОСНОЕ ИЗ СВОЕГО ДОМА КАМОБАН ЛИНАКОТ ЕСТЕСТВЕННО ПОЧИСТИВСЁ ПОРОДОМ И НЕДЕЛЯ НАЗАТЬ Я ГОВОРИЛ ОБЫТЕМ Я ГОВОРИЛ, ЧТО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЭТО НАШЕ СЕРДЦЕ ПОТОМУ ЧТО ВТО ВРЕМЯ КГДА МЫ ЧТО-ТО ОЧИЩАЕМ ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЯ КГДА МЫ ЧТО-ТО ОЧИЩАЕМ И ТОДА, КОДА МЫ ДУМАМ, ЧТО ОСЕБЯ ТАКЖЕ НАДО ОЧИСТИТЬ ТОДА ВНУТРИ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТЬ МЫ БУДЕМ ЕСТЬ ВЕЧЕРЬ КГОСКОДЬЮ И ТОКЖЕ НАПИСАНО ПРОВЕЧЕРЬ КГОСКОДЬЮ КГДА БУДЕШЬ ЕСТЬ ЕЁ ДУМАЙ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕ ТОДА ИТО ВТО ТЕБЕ ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ ОБАД МИАТХАЛА КАМА МИЛИН ТОП САМОМО НАЧАЛА Я ХОЧЕМ СКАЗАТЬ НЕСККЛИКО СЛОК КАТОВ, ТЕТВИ КОДЕШ МЕТХИЛИМ БАМИЛИМ БРИШИТ БАРАЙ, ЕЛОГИ, БЕТЕ ШАМАЙ, БЕТЕ АРЕЦ СВЯДИИ ПИСАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ СТОК, НАЧАЛИ СТОК, НЕБА, ИЗЕМЛИ ОТЕМ ИДИМ, ЛИНГВИСТИМ ОММЕРИМ, ШЕЛЛО КАХ ЦАРЫХ ЛИХТОВ БАЙВРИТ И ЛИНГВИСТИ ГОМЕРАТ, ЧТО НЕ ТАХ НУЖНО ПИСАТЬ НА ИВРИТЕ ЦАРЫХ ЛИХТОВ, БРИШИТ ЕЛОГИМ БАРАЙ, КИ ШАМАЙ, БЕТЕ АРЕЦ НАПИСАНО, ДОЛЖНО, НА... БРИШИТ БАРАЙ, ЕЛОГИМ? БРИШИТ ЕЛОГИМ БАРАЙТЕ НАПИСАНО, В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ, А НУЖНО НАПИСАТЬ СНАЧАЛЕ БОГ СОТВОРИЛ И ВОЗМОЖНО, СЛОЖНО СОБРИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ОБЯСНИТЬ, ЧТО ИНИЧЕМУ Но ИДЕЯ ТАКОВА БОГ ВЗЯЛ ЧТО-ТОМАРИК, КАКУЮ ТОЧКУ И С ЭТОЙ ТОЧКИ НАЧАЛ СОТВОРИТЬ, ТВОРИТЬ ВЕСМИР МЕМАШУ КАТАН, ЙЦАА ЭТА ГДОЛЬ ЗЕ, ШЕЛИВИН ОКРОВА СЧИГОТО ОЧЕНЬ МАЛЕНКОГА ПРОИЗОШНО НЕЧТО ВЕЛИКОЕ, ЧТО НЕВОЗМОН ПОНЯТЬ ЭКОМ МЕОП ТОММЕЛЕ ЗЕРА ШАЛБЕДАМ МЕМАШУ КАТАН ЧТО-ТО ОЧЕНЬ МАЛЕНКО АВАЛЬКО СЕЗЕ МЕТХАБЕЛ, ВЕМ МЕГИАЛЛЕ МЕКОМ НЕХОН АЗ ПТОМ НУЦАР БЕН-ЭДАМ, ЭМКОЛ НЕЙРОНИМ, МЕЛИАРДМ СЕЛА НЕЙРОНИМ Но КАГДА ЭТА СЕМЯ ПОПАДАЕТ, КУДА НУЖНО И СОЙДИНЯЕТСЯ СЧЕМ НУЖНО ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЛОВЕКС ЛОЖНЫЙ ОРГГОНИЗМ, С МЕЛИАРДМИ НЕЙРОНО И НЕКТО НЕ КОНАЛЬКО НЕ КОНЕДСЯ КАК ЭТА ПРОИЗКОДЕ АБЛЛ КАХ ИЛОХИН БАРАЕТ АККОЛ НО ДАК БОК СОТВАРИЛ ВСЁ АБЛЛ КШЕ ЦИКЛЛ ШОЛ ХАИЛЬ ОБЕР АЗ АЗ АММСУБАК ВЕЗЕ ШУГ ХОЗЕЛ ОЛАК КАЕПАК Когда это сложно, возвращается как прах и пепел. И в кармане ничего невозможно ставить, потому что карман твои спались. И когда ты приходишь впереди, то уже ничего ты с собой не возьмешь. В жизни всегда есть этот цикл. Начинается с чего-то простого, потом все усложняется, усложняется, и в какой-то момент опять упрощается. Я начала с таких слов, что я верну Господу. Мы сейчас находимся в недельной главе, где мы учим про жертвы. Когда мы читаем такие сложные слова, иногда мы просто перереструем страницы, потому что сложно понять то, что там написано. Как происходит вся эта церемония приношения жертв? Потому что все началось с чего-то простого. Каин привез в Израиль. Каин принес платы от фруктов, от зерна. В апреле появился кемес. Авель принес от стада первой аллергии. И говорят, что Бог не призрел на жертву Каина, потому что он не понял значение крови. Но это глупости. В храме принесли в жертву не только кровь. Просто Авель, его имя означает суета. И он в своей жизни понял, что в его жизни все суета. И мне нужно прийти к Богу с открытым сердцем. И когда Авель, его имя означает, когда Ева родила его, она издала ему имя, что я его выкупила. Он думал, что со мной все в порядке. Я удовлетворен, и я с Богом разговариваю. Поэтому я немного знаю этого достаточно. Это про нас. Каково наше состояние сердце, когда мы приходим к ему? Ты приносишь 50 шекелей или 1000 шекелей. Или ты приносишь твое сердце. И мы учим, Ешуа учит нас, бедной вдове, которая принесла две лепты. И Ешуа говорит, что она дала больше всех. И мы также видим, что все жертвы начали смело, и Ебраам. Он приходил к Богу с небольшой жертвой, но самое главное было состояние его сердца. И в какой-то день этот цикл завершится грешен Ешуа. И естинная жертва, совершенная жертва. Но и ей можно пренебречь. Что если мы продолжаем грешить осознанно, то мы отменяем жертва Ешуа. Так что мы учим из всего этого рассказа? Все эти дни, которые мы учим, что мы сейчас метрахаким на хамец, и нанесим шмур этот кушет, но в основном, что это дело, что мы любим. Это что важно, и это что важно. И когда мы сейчас в эти дни очищаем, очистим свои дома от хамеца, от хвасного, и пытаемся соблюдать кашрут пасхальный, то самое главное это состояние нашего сердца. И иногда мы больше уделяем тому, чтобы убрать дом, чем очистить состояние. И иногда мы больше уделяем тому, чтобы убрать дом, чем очистить состояние. И мы можем просто убить всех домашних, чтобы они все хорошо почистили, но где ваше сердце в этом? Внутреннее очищение. И не только в День Кипуру, но и даже в Песах, мы должны думать об этих вещах. Мы скоро работаем, если есть вечер у Господня. И Шауэль говорит нам в Песахе, что вы живете в этом направлении. И когда вы спрашиваете, вы задумаетесь над вашим состоянием. Как вы прямо стоите перед тем, который посидает на небесах, а также с теми, которые находятся рядом с вами? Как вы прямо стоите перед тем, который посидает на небесах, что уничтого исправлено на небесах внешне. И если мы посмотрим на свет верующих по всему миру, то этот свет не так уж и светит, потому что внутри есть очень много грязи. Я хочу пожелать всем задуматься над своим внутренним состоянием. Я только могу представить, что прошло с нашими полуторами. Потому что в эти дни, когда они вышли из Египта, в полном порядке, честного военностяга. Их сопровождалось страх, очень много страхов из-за неуверенности в завершившем дни. Это то, что за ними будем гнаться. Отто же самое с учениками Иешуа, которые у них забрали их учителям. И они остались одни. И они говорят друг к другу, все хорошо. Но возможно, у нас будет донение. И в это трудное время мы сможем приблизиться к Богу через молитву. Но слава богу, мы сейчас живем хорошей жизнью. И мы молимся, не веди нас в искушение. Потому что мы боимся плохих вещей. Мы не хотим зайти на русский путь, потому что это тяжело и страшно. И на самом деле, от нас это не так, что жаловите. Потому что есть кто-то, кто сидит на него и сам управляется нашим жизнью. И он лучше знает, что для тебя будет хорошо сегодня и завтра. Поэтому написано в Святых Писаниях, ПРАБУДИСЬ! 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 И ВОСЬЯЕТ НА ДОМОЙ ГОСПОДЬ! ПРАБУДИСЬ! 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 Господь, что Пойду к Святой и произвел у нас работу, мы всегда ожидаем каких-то слов, дайте нам еще, объясните нам получше, но жизнь это не объяснение, это решение, которое мы каждый понимаем. Что я воздам Господу? Святые Писания говорят много про обед, но в протестантской традиции есть такое понимание, что нельзя обещать что-то. С одной стороны, это очень умно, когда ты не принес, что ты ничего не обязан, но святые Писания без конца говорят, я оклят и поклялся Богу. О чем здесь говорите? Нет ли противоречия? Нет ли противоречия? Нет противоречия? Нам не нужно торопиться в наших сердцах, нам нужно искать Бога. И когда мы находим, что внутри нас не все в порядке, тогда мы приходим, когда мы говорим, это твой пет, я отдаю тебе Господь. Так и так я хочу перед тобой поступать. И ты помоги мне, потому что я хочу расти в своем следовании за тобой. Когда наш народ вышел из Египта, у них не было бремени хороший хлеб из печи. Поэтому мы сделали бедный хлеб. Как говорится, чтобы бедный хлеб ели? Когда ты бегаешь, а виллу охрену хитто, что ты махнись на бедный хлеб. Да, что самая вкусная еда, которую ты ешь, она невкусная. Но когда ты думаешь об этом, у тебя есть возможность вернуться к Богу и сказать, я хочу изменения. Когда ученики сидели вокруг Ешуа в их последнюю встречу, я думаю, что им всегда было очень хорошо со своим учителем. Но я думаю, что они в какой-то момент начали беспокоиться. И вы понимаете, что там была шишка, бедный и бедный Иуда, который был в ней. Потому что у него был такой разговор между Ешуа и Иуда, который принял предел ему. И также ученики могли бы спросить, «Мама говорит здесь, «Мема говорит здесь? Мема говорит здесь? Или я?» И тогда ученики тоже спрашивали, «Что здесь происходит? Кто тебя предел? Неужели я?» И потом Ешу пришел к Петрус, вы понимаете, что там было что-то беспокоиться? И потом Ешу ответил к Петрусу, и это был сложный разговор. И они ели, Ешу взял хлеб и сказал, «Давайте мы остановимся сейчас». Это не просто хлеб. Я думаю, что в тот момент они не поняли о чем он говорит. Но в этот момент все стало просто. Все жертвы, которые принесились в храме, и трогсу в Курбан Хад. Соединились в одну жертву. И Герет Эль-Ебриим, Ахаб Хамарасе. И послание к евреям потом говорит об этом. что Курбан, что Совершенная жертва была принесена до нас. что Курбан Хаджев, что Курбан Хаджев, Они с губами, с губами, с собственными кровями, и удачусь к нам, и удачусь к нам, и удачусь к нам. Аминь. Мы благодарим Иисусуа что ты делаешь, как мы будем лучше. И всегда призываешь нас к тому, чтобы мы будем лучше. Чтобы мы не играли в шахмат с другими людьми. Чтобы мы говорили то, что думали. Этот мир хочет все ухлажнить. Но я говорю, что Дух Святой вынес из нас этот хамец. И я говорю тебе, Господь сделай, пожалуйста, со сверхъестественной вещи. Мы не говорим большие. Потому что мы понимаем. что мы воздадим Господу. Только простые вещи. Я говорю, Господь, чтобы каждый кусочек этой мецы. Вернула нам жизнь. И принадлежность. Чтобы мы знали, что мы принадлежим к тебе. И есть стандарт, что мы должны жить. И что мы принадлежим народу Бога. Я говорю, Господь, чтобы ты действовал внутри нас. После вечера Иешуа взял стакан, бокал. Я говорю, Господь. И как мы не сможем, что Меда Давида говорит нам. Чаша моя преисполнена. Поэтому мы наливаем вино с горкой. Практически выливаем. Здесь есть преисполнение. И это важно, что написано. Это связано с тем, что написано в Евангелиях. Прийдите ко мне, говорит Иешуа. И пейте от меня. Иногда мы пытаемся понять разные идеологические моменты. Это хорошо. Это нагрузка для нашего разума. И я думаю, что в современном мире это очень хорошо, когда мы смотрим более широким взглядом. Потому что все сейчас смотрят широко. И ты хочешь объяснить Бог людям величие Бога. Но есть моменты, когда ты возвращаешься к Нему. Иешуа сказал, что это кровь проливая. Это кровь проливая. Это кровь нового завета. И все теологии вместе этого не стоит. Их не нужно отменять. Но нужно понять, что происходит прежде всего. Благодарю тебя, Господи, Господи, Господи. Иисус. 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 Ждется, что Бог за 21, которые люди smartphonesерху есть. Она написана вамす走了. Чтоodziaciones Нат agoraям. Иисус. 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 И мы не помним, что там произошло. И в конце, Авраам положил своему сыну Ицхата на жертву. И есть две версии. Две более с такими столкованиями. Одна версия говорит, что он, да, ударил своего сына на жор. И перерезал ему горло. Но сила с небес исцелила Ицхата. Но немного крови все-таки пролилось. И в еврейской традиции говорят, что до сих пор, кровь Ицхака защищает нас. Я не очень поддерживаю эту теорию. Но только подумайте о силе этой веры. Потому что если кровь Ицхака нас покрывает сегодня. то насколько больше их силы в крови Ицхака, который стал жертвой для всего мира. что Алаут Иешуа спросили Иешуа, хотели его проверить. Он говорит, что Абраам видел мой день. Я думаю, что это про бытие 22 глава. Чтобы когда Абраам был готов умертвить своего сына. И Господь остановил его. И показал ему будущее. Но не было никакой воли и высокой силы, которая могла бы держать самого Бога от того, чтобы он принес жертву своего сына. И для этого написано так. Поэтому написано так. Так он говорил Бог Мир. что он дал сына своего за каждого, чтобы он жил. И сколько сейчас силы есть во время Песох. Помните об этом. Я благодарю тебя за кровь Иешуа, которая пролита за нас. Кровь нового завета. Не что-то новое, что-то новое, что-то обновляет нас. Когда мы приходим к той интенсивности с тобой, которая была у Мошей и Абрааму. Не через все призмы теологии. Но когда что-то происходит тут, что ты чувствуешь, что шоевет от тебя, когда тебя захватывает силу с небес. Я начала с того, что в один день мы будем стоять все передними. Ничего мы не сможем взять в карман, не пустить справку о том, что мы сделали что-то. И карточки кредитные, тоже не работали. Мы понимаем, что в Иерусской традиции человек хранит голум, просто его заверачивают в ткань и закапывают в землю. Мы понимаем, что эти дни, в Песох, это то, что раздеть нас. Вытащить весь хамед, все квасное изнутри. Это цикл. Через неделю опять начнем усложнять тебе жизнь. Потом через полгода будет Йом Кипур и мы успокоимся. Потом опять, Песох. Но сегодня мы стоим впереди и говорим, Отец, вот моя душа перед тобой. Непши на тебя. Используй меня. Используй меня. В Иерусской области во втором главе написано, и я сейчас толкую что там написано, в оригинале написано, есть хорошие дела в Мошех Иешуа которые нам нужно сделать. Я думаю, нам нужно почистить по-другому. Используйтесь за каждого из нас ищите работу Что Господь для каждого из нас предназначил работу, которую мы должны сделать. Нам нужно прийти к заключениям. Что своей силой мы не преуспеем. Поэтому мы обращаемся к Богу через Машиаха. И говорим сейчас, помоги мне служить тебе. Я говорю, чтобы ты сделал, дал нам Господь это понимание, чтобы мы разделились перед тобой. И вытащили все хвостное. И могли пройти перед тобой с нуждой. Не как фанатин. Я говорю, Бог не принимает фанатизм. Но когда человек слишком безразличный, холодный, Бог тоже это не принимает. Дай нам, Господь, приблизиться к тебе. И я благодарю тебе, это крок Ишуа. И с мужем, который пролела за нас. Редактор субтитров А.Семкин